Энергия представляет Производство Самули Тарсона Режиссер Тимо Вуаренцова Звездная авария На парковке СССР Кикстартер Вой флот СССР Кикстартер СССР Кикстартер Император Извиняюсь за беспокойство Я хочу еще раз настоятельно посоветовать Изменить ваш план Ученые считают, что это будет равнозначной игре В русскую рулетку Наши знания о явлениях типа черводырки Являются в лучшем случае теоретическими Но Точно стоит ожидать увеличения риска Возникновения неисправности Что бы я делал без тебя Так мы пролетим Сосчитано, что черводырка обладает крученным давлением Несколько терапара секунд Наши корабли на это не рассчитаны То есть ты не знаешь Черт возьми Люди только и умеют, что постоянно ныть Попробовали бы сами Оказаться на моем месте Управлять целым миром в одиночку Это вам не два пальца об асфальт Хотя иногда мне действительно кажется Что все зашло слишком далеко Все неприятности Начались 8 лет назад Мой корабль взорвался А я застрял в самулин Тарсонен С роботом-ботаником И вонючим психопатом Плингоном Артой Йодсен Нам пришлось разделиться И перенять обычаи и образ жизни туземцев Лишь бы случайно не нарушить ход истории Но жизнь простого обывателя Не была катанием в масле Яри Ахола На самом деле Единственной радостью были гамбургеры С двойным сыром Тимо Перкунин Карри Вананен И другие Привет Между прочим, я капитан Пирк Ага Я из будущего Смотри У меня даже бластер есть Эй, я не слепая Это же водяной пистолет Да ты чего? Атомный дезинтегратор Дура Я тебя умоляю Эй Я позвоню инфо У меня тут где-то коммуникатор завалялся Он подтвердит, что я тот, кто я есть Эй, не трудай себя И что бы это был последний раз, когда ты здесь в такой хернях занимаешься Здесь люди едят они яйца свои тюжи Смотри, куда идёшь, козлина Не подходи, стреляй, боба Ой, вот смотри, ты водный пистолет Это рушает лученик, дебил Он тебя в порошок сотрёт На тебе О, нажрался-то Думается, мы сотрём твое лицо Вот, блин, наверное, батарейки сели Только не буду Это пир двор Капитан, какой приятный сюрприз Давно у вас ничего не слышал Естественно, не слышал Ведь инфо постоянно ноет о нарушении временного континуума Не могу дождаться, когда мы уберёмся отсюда. Что же не могу дождаться? Старая земля совсем не соответствует своей варварской репутации. Здесь очень скучно. Минутку, сэр. Три хрунгога с сосиской? Есть будешь на месте? Ну, минуту. Прошу прощения, сэр. Эти недоумки не дают мне отдохнуть ни минуты. И даже не думай здесь пробылаться. Мы закрыты. Слушай, я очень устал ждать. Нам надо встретиться и подумать о будущем. Позвони инфо и назначь встречу на завтра в нашем обычном месте. Хорошо, я позвоню. Как только избавлюсь от этих патручников, эти недоумки мне все окна скоро разобьют. Трослые вещинки, я понаделаю хот-догов из ваших кишечников. Прибытие вульгаров должно было стать началом новой эры для человечества. Эти длинноухи попали на землю чуть ли не случайно. А прилетев, начали тусоваться с рок-звездой Джеффом Кокбрейном. Было ошибкой оставлять их на попечение этого идиота-алкоголика. Вскоре вульгаром стало не до человечества, и уж тем более не до новой эры. К счастью, у меня был запасной план, как исправить ситуацию. И в осуществлении этого плана, инфо и дворфло было разрешено немножко помочь. Капитан, я надеюсь, у вас была очень серьезная причина нас озвать, потому что иначе мы рискуем нарушить поток времени еще сильнее. Несомненно серьезная. Взгляните-ка на это. Горячая похоть деревенских лесбиянок? Я имел в виду... ...это. Какой неожиданный поворот. Вся мировая космическая программа отменена. Да, это не та история, которую нам преподавали в школе. Да, а ведь как раз сегодня мы должны были объявить о крупном открытии в области изучения антиматерии. Именно поэтому нам надо самим действовать. Мы создадим свой П-флот. Ваше предложение является явным нарушением первой директивы. Да если мы этого не сделаем, тогда баланс времени в любом случае полетит ко всем чертям. А как иначе мы получим мир во всем мире? Начнем говорить на одном языке? Начнем носить обтягивающий трико и получим флот, способный противостоять коргам? Как единственный здесь капитан П-флота, я приказываю приложить все возможные усилия для создания П-союза. Хм... Технологии будущего в руках здешних тузенцев могут привести к катастрофе. Вот поэтому миру и нужен сильный лидер. Такой как... Я. Я буду императором. Один тяжелый крейсер будет достаточно, чтобы завоевать земля. Все нам будут подчиняться. Все хорошо, только у нас нет ни одного тяжелого крейсера. И мы не можем построить его без антиматериального реактора, создание которого с помощью нынешних технологий невозможно. Зато я знаю, где его можно достать. Дай-ка сюда телефон. Кокбрейн. А, ты, привет. Слушай, где корабль? Корабль. А, ты про эту ракету Ульдаров. Так мы спихнули ее за кучу бабок к какому-то русскому ученому. Чего? Кому? Какой-то Владимир или как его там, я забыл. А где он хоть живет-то? Чайнистанская атомная станция, ну или что-то типа того. Но, какого же черта ты продал корабль? Кто тебе разрешил вообще его продавать? Засранец! На себя посмотри. Этот сраный торчок продал корабль русским! Идиот, мать! И что же теперь будем делать? Поедем в Россию, что же еще? К счастью, пропавший корабль вульгаров нашелся удивительно быстро. Чайнистанский исследовательский центр. Это была единственная хибара на всей планете, где были необходимые части для моего нового флагманского корабля. Что такое происходит, сука? Тупая западная техника! Владимир! Реактор перегревается! Система охлаждения не тянет! Ёкарный бабай! И система управления опять заклинила! Сергей! Сергей! Сергей, ты где? Отзовись! Шо? Ты вообще работал раньше на атомной станции? Да, на Чернобыльской АЭС. А что? Неполадки с системой охлаждения, но ты же с ней знаком! Сходи проверь реакторный отсек. Ээээ, спасибо! Спасибо! Чернобыль! Кто-то до боли такое знакомое! Чернобыль! Чернобыль! Фаруаа! Фаруааа! Повер! 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 Фаруа! Как два грамма приподнять Чёрт тебя бери, Сергей И чтобы это был последний раз, когда ты притрагиваешься к настройкам системы охлаждения Клянись Да, товарищ капитан Я думал, это кондиционер для моей коморки Я решил согреться Факов, факов Клянусь, мои нервы не выдержат Вы мои заложники Делайте, что говорю, или умрёте Это что, революция? Да, можно и так сказать Наконец-то! Советский Союз возродится! Наш народ освободится от атаков капитализма Ура! Чё за хрень? Они даже не сопротивляются Думаю, вам стоит им подыграть Я император Пирк И мы будем строить здесь звездолёт И с ним могущественную империю Ура! Вот так всё и началось В ближайшей деревне Чинистания Было достаточно места и рабочей силы, чтобы основать свой флот Инфо возглавил проект постройки корабля Так как у меня были дела поважнее Я чётко приказал, чтобы корабль был готов через шесть месяцев Но эти халявщики умудрились убить годы моей драгоценной жизни Но я время зря не тратил Я понимал, что лидер должен быть харизматичным Поэтому решил согнать жирок и привести себя в порядок Тренировки были утомляющими Но с моей целеустремлённостью цель была достигнута Электронная жир и выжималка Закажите прямо сейчас всего за 1999 рублей Много месяцев спустя Как же до хрена времени ушло, а? В то же самое время переговоры с президентом России о совместном будущем прошли успешно Без сильного союзника мои планы были бы простым пшиком Не так Любовь С적인 Вот это появление! Рад нашей долгожданной встрече! Конечно! Вот договор, который мы раньше обсуждали. Прекрасно! Люблю, люблю! Так, посмотрим, что тут у нас в этом договоре. Ну, всё хорошо, вроде всё как договаривались. А, не хочу всё это читать. Просто так вот пишу. Игорь, ручку! Теперь мы вместе сделаем этот мир лучше! Заключив союз с Россией, мы начали массивное перевооружение. Техники у нас уже имелось приличное количество, да и обучение войск шло согласно графику. Нет силы боли! Значит, нет силы боли! Вам никогда не стать настоящими солдатами! И вот, наконец, настал момент истины. Момент, который я так сильно ждал. Наша армия достигла уровня боевой готовности, и пришло время вынуть из рукава наш туз. Флагман, П-флота, СССР, кикстартер. Император, на палубе! Выглядит неплохо. На месте заведующего по тактике, нет стула! Но мы же не хотим, чтобы твои мускулистые бедра трассировались. Мы готовы к полету? Так точно, сэр. Уровень мощности 96,3%. Ну тогда вперед, к покорению мира! Или у кого-то остались вопросы? Таковы и есть знаменитый император Ирк. Да, это я. Во всей своей красе. Ясно. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Похоже, я уже не в Москве. Добро пожаловать на борт СССР Кикстартера. Господин президент наверняка хочет посмотреть, на что мое судно способствует. Я чтол За честь Для начала навестим Янки и покажем им наш корабль. Пульс первого извращения! Сейчас! Что случилось на этот раз? Знаменитое русское качество в вашей красе. Русское качество! Из-за нечистот в антиматериальном газе мы можем достичь только второй фазы извращения. Дворф Целься в эту груду металла. Посмотрим, работает ли хоть оружие. Нет! Стреляй блесковым лучом и световыми шариками! Что вы наделали? Ее строили не только американцы! Мы потратили на нее миллиарды рублей! Расслабься, дедуля. Мы построим поновее и получше. От ПФЛОТСКОГО Информбюро Фильм 514 От победы к победе Бюро пропаганды ПФЛОТа представляет Начало третьего тысячелетия наступило в мире, где нищета, голод и эпидемии безжалостно насиловали человеческий рог. Лидеры держав говорили о свободе, но одновременно отрывали младенцев от груди своих матерей и посылали умирать в своих бессмысленных войнах. Но из рядов угнетенных поднялся герой, который нашел свое место в сильных объятиях матушки России. Подобно горящим факелам стояли император Пирк и президент Ульянов плечом к плечу, друг к другу, и освещали нашу дорогу к новому мировому порядку. Путь был долг, но не покладая рук трудились мы и доказали, что невозможное является возможным. Наш народ был готов к последней битве человечества. Герои Родины возглавили нашу величественную армию в стремлении освободить братские народы Севера от темных десятилетий угнетений. К оружию братья вместе отважные сыны России и технологии будущего образовали непобедимую силу, которой было предначертано встряхнуть старый мир до основания. Противник был бессилен перед мудростью императора Пирка, и реакционеры старого порядка были сметены поганой метлой с пути нового и светлого будущего. Терпя одно сокрушительное поражение за другим, власти держатели бежали, а в освобожденных городах дул упоительный ветер настоящей свободы. Но Европа больше не могла предоставить убежище этим эксплуататорам. Непобедимой маршировала наша армия к лучшему будущему, и гул миллионов сапог откликался эхом через моря и горы, подобно грому сотрясая земли наших врагов. Вскоре пришла очередь из самого сердца Старого Света, куда наши доблестные войска сбили очередной осиновый кол. С освобождением Европы люди всего мира обратили пристальное внимание на большого дьявола Старого Мира, Соединенные Штаты Америки. В отчаянном безрассудстве усеяли они небеса смертью, которая стала их же собственной участью. Время Старого Монстра подошло к концу. С помощью стали и грубой мужской силы мы дали попробовать им вкус настоящей свободы. Мир наконец созрел для становления новой прекрасной империи, и П-флот был создан. Продолжение следует... Что? Что это? Убери свои руки! Я твой президент! Отвали! Ты, 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 ты змея, ты тиран, у нас был договор, ты предатель. Эй, эй, ааа, нет, 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 не стреляйте, нет, не стреляйте, ааа, нет. Так я стал императором целого мира. Все ресурсы Земли направили на постройку военных кораблей. Надо же быть наготове, если из дальнего космоса пожалуют какие-нибудь пронырливые рожи. Серьезно, для человечества я сделал все. Но разве меня кто-нибудь поблагодарил? Нет, они только страдали от голода, перенаселенности и прочей чепухи. Что вы там шумите? Убирайтесь с моего двора, или я вас закидаю с этими шариками. Долой пирка. Долой пирка, долой пирка, долой пирка, долой пирка. Ну, я подумал, что проблемы можно решить, двинувшись на другие планеты. Правда, у нас были настолько примитивные шлюпки, что далеко они залететь не могли. А ближайшие планеты для жилья не годились. Мы опробовали одну или две, но без особого успеха. СССР «Калинка» было летающее ведро, собранное из максимально дешевых деталей, цель которого было патрулировать самую глушь галактики несколько лет. Ну или пока не развалится. Капитан корабля идеально подходил для этой работы. Капитан Сергей Факов, СССР «Калинки», неопознанному летающему объекту. Идентифицируйте себя. Сэр, третья директива императора пирка гласит, любой корабль, не принадлежащий по флоту, подлежит немедленному уничтожению. Странно. Я успел просканировать корабль перед взрывом. Там был один пассажир. Человек. Но как корабль с одним человеком на борту умудрился залететь так далеко от земли? Откуда я знаю? Давай позвоним императору. Что еще? Мы встретили корабль в квадранте «Эпсилон». Что? Хрен знает, что это было, но там был человек, и мы его уничтожили. Ты стрелял по своим. Увидимся на трибунале. Вот дерьмо, блин. И вообще, кто тебя знал? Ты сам. Но это был не наш корабль. Поговори с эльфом, мне мыло в глаза попало. Я могу ослепнуть, чтоб ты знал. Какой козел мыло на баллов старый был. Ну что еще? У нас с вами встреча в два часа, сэр. А тебе не приходило в голову, что это два часа дня, кретин? Но вы не уточнили, сэр. Да. Собственно, я насчет рапорта капитана Факова. Ты такой? Я проанализировал возможные направления и размеры корабля, с которым они столкнулись, и единственный напрашивающийся вывод, что источник возникновения корабля находится рядом с другим концом глисточек. Давай уже ближе к делу. Так как корабль не принадлежал по флоту, можно заключить, что на другой стороне глисточек находится доселе неизвестная нам человеческая цивилизация. Учитывая наше непростое положение... Мы можем захватить их планеты! Я скорее думал попросить у них гуманитарной помощи. Но это не тебе решать. Приведи флот в боевую готовность. Операция «Империя кусает назад» Капи... Капитаны П-флота! Мы собрались здесь по одному важному делу. У нас есть причины верить, что по ту сторону глисточины есть неплохое количество пространства. И мы захватим его силой, если потребуется. Вам были... Розданы... Бумаги с приказом. У меня их нету. Факов! Перебьешь меня еще раз! Опять пойдешь работать уборщицей! Посмотри под своей задницей! Мы задействуем в операции все доступные корабли. И у нас нет права на ошибку. Поэтому я лично возглавлю операцию. Мы теряем последние шансы на победу. Мы вылетаем завтра утром в 6 часов. Какие-нибудь вопросы? Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Тем временем в параллельной гиперпараселленной Вселенной Браво! Тем временем в параллельной гиперпараселё publishing Посол Слив, добро пожаловать на борт Вафеля-13. Да! Мы не ждали вас так раз. Конечно! Можно спросить? Да! Ничего. Свинарник. Джонни! А? Извиняюсь. Плохие новости. Это наш начальник охраны, Михаил Гарри Брэнди. А ну давай, выпрямь осанку. Это важный гус. Ты о чем вообще мямлишь? Лейтенант Кефир взял вчера с пьяно покататься. Звездную Снежинку. Что? Почему ты его не остановил? Я был так пьян. Пленительные сны смотрел уже. Но. И где сейчас Кефир тогда? О чем и я. Утром поисковый я послал за ним отряд. Это все, что нашли мы. Господи божечки. Что? Инопланетяне превратили кефира в кусок соли. Джонни. Это Кристалл. С информацией о полете кефира. Кусок соли. Кто твой командир? Кто твой командир? Не ведаю. Но тот еще урод. Может ли это означать... Что? Пророчества мини-бара сбываются. Великая тьма снизойдет. И все мы погибнем. Ты пугаешь меня. Их свергнет избранный, придя из тьмы. Я тоже книжку тут читал, но все-таки в реальность мы. Давай вернемся. В зудящем суду нужно копаться. Вот тебе и ответ. Мы должны доверять инстинктам. Ведь они помогали выживать нашим предкам. Ивановица, нам нужно подкрепление. Вызывай сюда на помощь все корабли с окрестностей. Да, сэр. У меня дурное предчувствие. Вот здесь это и произошло. Ладно, двигаемся. Факов, ты первый. Император, мы даже не знаем, смогут ли корабли выдержать вход в листочную. Именно поэтому Факов идет первым. Ах так! Ну спасибо! Спасибо! Послание от Калинки. Все нормально. Включить отражающие пластины и зарядить орудие. Мы идем следом. Что за церковь? Это все равно, что и плыть по уши в клубничном варенье. Инфо, компенсируй. Сделай что-нибудь! Компенсирую поворотом стабилизаторов Хинденборга поберег ионного поля. Квартовые кристаллы должны достичь нужного напряжения прямо... Сейчас. Как угодно. Сэр, обнаружено неизвестное судно. На телек выведи. Они исчезли. Но в этом красном желе нет никаких планет. Хватит умничать. Просто сделай и все. Ровневая. Следуйте за ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все. Это были последние корабли подкрепления. Теперь мы можем. Врата открываются. И через них идут корабли. Сколько их там? Четыре десятка. Тип неизвестен. Неизвестен. Вот зараза. Если бы я знал, когда соглашался принять командование этой станции... Я бы сделал это с еще большим удовольствием. Ведь задача нашей станции сохранить мир любой ценой. Даже если для этого придется убить каждое разумное существо в этой галактике. Жизнь... Капитан, я думаю, сейчас не время для речей. Нет, это дело принципа. Произносить речи — это мое право. И я клянусь, что это право у меня не отберет никто. Ни вражеский флот. Ни тем более какой-то озлобленный командующий. Кульминация карьеры, которая орать на капитанов корабля и собирающих мусор за то, что они пытаются припарковаться на инвалидные места. Все, теперь я скину. ОК, на телек выведя. Капитан Шерипа из Вафеля-13. Будьте добры, представьтесь. Они очень похожи на людей. Это император Пирк, верховный главнокомандующий П-флота. Инфо. Это же космическая станция. А вот та планета, пригодна для жилья? Согласно сканеру, нет, сэр. Блин, как знал. Вообще мы просто поздороваться. Все равно мимо проходили. Я с моим флотом. Ребята, а вы вообще откуда? Эээ, это станция нейтральная территория. Есть гости из мини-бара, кентуги, нарка, разных периферий и, разумеется, земли. Что? Нас тут раньше не было. Император. Я полагаю, мы попали в зеркальное измерение нашего мира. Исторические моменты могут отличаться, но часть элементов совпадает. Ты знаешь, где находится их земля? В теории, конечно. Учитывая, что расположение здешних звезд совпадает с нашими. Другая земля. Мы завоюем ее. Мы установим здесь контроль. Не думаю, что на уничтожение этой банки уйдет много времени. Дорогой, они все еще на связи. В тот день, когда я записался в армию, мой отец сказал «Сынок, ты не одарен умом, и с такой рожей жениться по расчету ты тоже не сможешь. Но ты все же землянин. И земля будет для тебя и началом, и концом. Так что давай, покажи свой патриотизм, вылезай из-под кровати. И перестань позорить своего старика». Скажи, мы сможем их одолеть? Ну, учитывая, что у нас есть отражающие пластины, а у них нет, вполне возможно, что... Да или нет? Да. Сегодня ты нужен земле, матушке. Подойди на расстояние выстрела с световыми шарами и передай тот же приказ остальной части флота. Я забрал волю в кулак. Вылез из-под кровати. И все-таки... Дал доктору взять образец моей крови. Откроем огонь с максимальной дистанции. Всем прицелиться и ждать моего сигнала. И я знаю, что каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок на этой дистанции чувствует то же самое. И есть только один способ захватить Землю, перешагнув через наши мертвые тела. И знайте, что вы дорого заплатите за каждый децилитр нашего космоса. Мы вооружимся камнями и палками. А если палки сломаются, мы будем атаковать вас голыми руками. Граница добра пройдет здесь. И даже если это займет тысячи лет, скушай шарики. Огонь! Как яркий маяк во тьме. Перед лицом гопников и львово известно, что за черт? Закрыть переборки! Активировать защитное поле! Отличное выступление, сэр. Сообщение от Бэкгэмон. Эсминцы класса Омега достигли оптимальной дистанции для нанесения удара. Сильное звено. Пусть атакуют самые тяжелые корабли. Первый же залп должен показать им, что мы не шутим. Огонь! Промбоины в зоне тарелки. Трежные повреждения по всем парламам. Что за черт? Отнимай окружающие пластины! Как мило. Похоже, здесь действуют совершенно другие физические законы. Наши пластины даже не зарегистрировали проникающие энергии. Тут все к чертям собачьим полетело. Обшивка корпуса пробита. И повреждены цистерны свистки. Я сам чуть не описывался. Повсюду торчат какие-то провода и трубочки. Две минуты на починку! Перейдим в отступление! Всем кораблям! Прикрывайте меня! Император! Я только что узнала, что у нас на складе осталось всего 30 новых шара! Я заявляю официальный протест! Прекрати истерику! Будь хорошей девочкой, используй лучевик! Прекрати истерика Бэггамон начинает сдавать позиции И мы тоже долго не продержимся Черт Плохо дело Боюсь, что у нас остался только один выход Вы же не имеете ввиду? Да Мы должны тянуть время Я выступлю с речью Вызвать вражеский флагман Погодите, нас вызывает станция Позвольте заметить, что запись Шерепа и молящего о площаде может послужить отличной пропагандой Ладно, прими этот сигнал, если тебе так хочется Вафель 13 сдается Не стреляйте У нас тут 250 тысяч мирных жизней Унакомь мне эти гражданские Их и так девать некуда И зачем мне нужна набитая этим дерьмом станция? Почему бы вам не дать команде возможность Хорошо отдохнуть после боя И еще можете починить ваш флаг Ничего не надо Наш флаг в порядке А команда отдохнет после того, как захватим вашу землю А еще Ты мог бы лично лишить Ивановицу девственности Да Дай-ка подумать Да, а вы пока выбросите все оружие и воздушные шлюзы Это же офигенная ловушка Да все будет в порядке Мы возьмем с собой несколько космосаний с охранниками Видно же, что экипаж устал Ему нужно отдохнуть Да и кораблю ремонт тоже не помешает Понимаю Окей, Шерепа, мы принимаем твое предложение Отныне Вафель 13 официально становится частью П-флота И приименовывается Станцию хвалы великому Пирку И без хитростей там Не то вам конец Пирк кончил Дворф, прикажи всем охранникам собраться в саневом ангаре Вы с инфу останетесь на корабле Так, на всякий случай Если они попытаются что-нибудь отмочить, замочите их Но только когда я оттуда смотаюсь Блог императора Черт знает какое число П-флот легко вытер ноги об этих клоунов-неудачников с Вафеля И теперь их станция на моей милости Мы установим контроль над этой кучей металлолома Немного отдохнем, а позже полетим захватывать их землю Команда будет отдыхать И... похоже, им не кое-что обломится Задаем тигр Космическая станция Императорские сани требуют разрешения на посадку Посадка разрешена в ангаре 1 Добро пожаловать на вашу станцию Черт возьми Все это выглядит слишком уж просто И не говори Эй, салага Я надеюсь, у тебя страховка Все в порядке? А что? Задницы чую Не вернемся Да ну Не может все быть так плохо Да ладно В прошлый раз тоже все думали, что будет просто А в результате мои боевые товарищи Местная стенка и защитный фактор так не вернулись А тот японец, Камикадзе, передвигается только на коляске А еще один Доткнуться! И за вас морал экипажа падает! Все готово? Что за идиотская ухмылка? Шерепозя это еще заплатит Пошли! А где Шерепай? Он не смог пережить поражение и выстрелил тебе в голову Три раза Если желаете посмотреть на тело Не, я не хочу Но можешь показать мне станцию, раз она теперь моя Хорошо, сэр С чего бы вы хотели начать? Как насчет твоей спальни? Знаешь, Шерепай наобещал мне разного... Да, сэр Это император Пирк Члены команды с четными порядковыми номерами могут зайти на борт станции и отдохнуть Ах да Меня не беспокоить в течение деся... Часа Теперь идем Праздничная вечеринка Поздно зимой Иди застави Коя Поздно зимой Продолжение следует... Коя Поздно зимой Продолжение следует... Поздно зимой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я же император, в конце концов Да Теперь наши сканеры должны быть правильно настроены на это измерение Хм, интересно Сканеры сразу же заметили какие-то энергетические скачки в гиперпространстве по ту сторону прыжковых ворот Надо немного подрегулировать Погоди-ка, что это там? Ничего, просто скринсейвер Сэр! Сэр! Чё в ладере? Это ловушка! Какой проницательный Прибыл экскаватор с подкреплением Добрый вечер, командир Бестер, Бестер Мы прогуливались с нашим новым флагманским кораблем, когда услышали о ваших маленьких проблемах и решили протянуть руку помощи А где капитан Джидиал? Ему резко поплохело, и он передал командование кораблем мне Никогда не думал, что скажу это, но я рад видеть твою рожу А теперь давай выкинем этих ублюдков за пределы нашей галактики Это капитан Джонни Каши Репай Слухи о моей смерти были сильно преувеличены Вот блин Начинаем немедленно Мы освободим нашу станцию от этих хладнокровных захватчиков Люди Вафеля К оружию Защитим то, что принадлежит нам по праву Коричневый сектор Быстро, быстро! Свиномник! Весь персонал по флоту объявляется арестованным согласно 62-му пункту военного закона Земли Не позволяйте им покинуть станцию Наши войска разберутся с их флотом Всему персоналу по флоту, кто сдастся без боя Я обещаю справедливый суд и быструю казнь Владельцу корабля с гусномером ЗЭКС-514 Припакованному на инвалидном месте в кормовой части станции Просим как можно скорее переместить свое судно в другое место Активировать защитную сетку и открыть огонь Ах, предательские обманщики Я же говорил, что это ловушка Моя вас убивать, убивать, убивать Возьми себя в руки, обезьяна Императоры половины экипажа все еще на станции Тогда мы уничтожим моих корабли Кикстартер всему флоту Цельтесь световыми шарами И готовьте стрелять моему приказу Насколько я помню, командование оставили мне Кикстартер всему флоту Отставить предыдущий приказ Цельтесь световыми шарами по вражеским кораблям Стрелять по моему приказу Лот докладывает, что почти все световые шары закончились В таком случае используют полную толчковую силу, чтобы приблизиться на расстояние выстрела лучевиком Скорее всего, наши потери не превысит 68,4% Ну что же, сегодня вполне подходящий день, чтобы умереть Вот черт, я это улажу Лейтенант развалина, не надо Это моя судьба Это война Люди на ней Умирают Император Пирк Прикажите вашим людям сложить оружие Я гарантирую справедливый трибунал всем, кто сдастся П флот не сдается К тому же я потерял свой коммуникатор Ивановица Сообщи врагам, что мы захватили их императора Не могу, сэр Последний снаряд повредил нам систему коммуникации Черт Ну вот Значит, я вам больше не нужен Может, я того Пойду Достигнута зоны обратигаемости Огонь свободный Когда я вступил в армию, то поклялся защищать землю От всех ее врагов Я сталкивался с голодными марсианскими повстанцами И флотом мини-бара Все это я сделал Чтобы защитить Объединенную землю Объединенное человечество Заткнись, уплёток достал уже своими сказками Ну хорошо Раз тебе так не терпится умереть Император Пирк Я приговариваю вас к смерти за преступления против человечества Вы будете казнены немедленно Питью плазменными плевками Направленными прямо в вашу голову Да не принимай ты так близко к сердцу Продолжай свою речь Готовь Целься Что за дурашина такая? Почему потолок не укрепили? Сахер Я отомчу за тебя Пьё Плакать из-за какого-то охранника Бегите, ребята Я прикрою Питали Полдив 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 Продолжай Попс� 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Давай, Панчаримир! КОНЕЦ Ангар Мои космосани! КОНЕЦ Куда-то собрались, Император? Уродские распорки! Это не станция, а кусок дерьма! Даже турболифта нет! ТЕБЕ ПОЛЕЗНО ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ! Зачем так мучиться, если можно заказать электрическую жировыжималку по ТВ и тренироваться в любое время? БОБРАЮТЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это Завсахера! Что же, Император? Игра окончена. Ты должен понять, Пирк. На войне как на войне. Мы с тобой как солдаты знаем это как никто другой. Но когда ты хладнокровно убил моего друга, это стало моим личным делом. Я позабочусь, чтобы ты умер медленно и успел пожалеть обо всем содеянном. Тебе никто не говорил, что у тебя шнурки слишком длинные. Мои линзы! Нашел! Служба безопасности, Кангару! Трус! Франк уничтожен! Приступаем к следующему! Имперский сигнал бедствия. Бирк кикстартеру! Бирк кикстартеру! Сэр, мы вас слышим. А, хорошо! Я в космосонях. Заберите меня как можно скорее. Эти трусы меня подставили. За что вы говорите, сэр? Но я их перехитрил. Курс на космос, а не император. Сейчас и сейчас. Только вот заводят этот сменец. Командор, это имперский сигнал бедствия. Мы летим к нему. Он у меня на прицеле. Один секунд. П-флот это не планета обезьян. Мы подчиняемся старшему по званию. Сам знаю, двоицы твои мозги. Что это было? Что бы вы ни думали, но кнопка стоп на пульте от Видика на меня никак не влияет. Теперь, полагаю, мы можем заняться спасением императора. Хэви флоту. Ваши команды уже вернулись с пьянки. Прокляти! Отапуйте врага с фланга. Я хочу, чтобы вы сбили эти тяжелые сменца. Все в порядке, сэр. 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 Субтитры делал DimaTorzok Я там чуть не помер, блин! Мы добрались как смогли, сэр. С максимально возможной для Дворфа скоростью. Войну нельзя выиграть, избегая сражения. Хватит уже твоих плинговских поговорок. Жду отчет. Мы потеряли 23 корабля. Дееспособных осталось 14. Вражеское подкрепление ожесточенно сражается. Ко всему прочему, наше лучевое орудие бесполезно против их флагмана. И чего? У нас вообще фонарики или лучевики? Световые шарики эффективнее. Но у нас их осталось всего 9. Врежем всеми сразу, этого хватит. Дворф. Это очень важный выстрел, поэтому его сделаю я. Сэр, я бы не советовал. Может для тебя это слишком сложно, но для меня это проще паренной репы. Компьютер. Ручное управление системой оружия. Детский сад «Младшая группа». Детский сад «Младшая группа». Детский сад «Младшая группа» Детский сад «Младшая группа» Он же был у меня в прицеле. Разве нет? Сэр, вы когда-нибудь слышали о стрельбе с упреждениями? Упреждения? А разве ты чертова компьютера не могли его сами учесть? Когда мишень в прицеле, выстрел должен попасть! Детский сад «Младшая группа» Детский сад «Младшая группа» Ты бы сам тоже ни хрена не попал! Ты мерзкий, вонючка! Больный флингал, они никогда не моются! Сэр, если бы они попали, это нанесло бы нам очень серьезные повреждения Вражеский флагман для нас может быть очень серьезной угрозой Да Лучшая защита — нападение Сделайте с ними что-нибудь Прицелиться и навестись на кикстартер Приготовить главное оружие Заткнись и продолжай стрелять Мы находимся в прицеле их главного калибра Что ж, тогда примите меры к уклонению Уклонение Пирк-7 Жилет Джефферсона Отступаем быстро Энергия восстановится только через 40 секунд Хотел бы я посмотреть, о чем думали идиоты-разработчики этого оружия Я посчитал, что вражеский флагман сможет выстрелить в следующий раз только через 17,3 секунды Ой, мамочки Иди я Давайте спрячемся за станцией Туда они точно не будут стрелять Наконец-то А где же наш дружок кикстартер? Неизвестно, сэр Обесточивание вызвало перезагрузку компьютера И мы их потеряли Но скоро я их выслежу Минуточку Блок капитана Корабль «Калинка» получил серьезные повреждения в районе промежуточной палубы И мы отступили для проведения ремонтных работ Большая часть экипажа во время начала боя была на пьянке А сейчас у них заклинило дверь Лейтенант Макаров Что там с ремонтом? Думаю, что откроем в течение минут десяти, сэр Не спешите Похоже, сражение будет идти еще какое-то время Фу! Холодное! Ай! Вопс! Вот дерьмо! Ребята, эй! Согласно нашим сканерам, у «Калинки» все еще есть двадцать световых шаров в запасе Но будет лучше, если ты не промахнешься Вызывай, Факова! Приветик! Что ты там наделал? Ни одного попадания! А твой корабль разваливается на куски У нас тут какие-то технические неполадки Тащи «Калинку» сюда Грузи все световые шары на космос Ани Ииии Доставь их на кикстартер Повторите! Вас не слышно! Доставь весь ящик И упакуй хорошенько, чтобы они не перегрели все время транспортировки Окей Сэр, враг усиливает натиск Может, нам отступить или перегруппироваться? Нет Вы стекли кикстартер или нет? Да, сэр! Он находится рядом с Вафилоном-13 Но наши корабли могут сами за себя постоять Мы должны уничтожить кикстартер Я чувствую, что эти безпозвоночные черви сражаются только из-за страха перед императором Уничтожив их флагман, мы сломаем их боевой дух и обеспечим себе победу Сэр, заряжающий световых шаров на связи Император, посылка с калинки только что прибыла Да, скорость просто поражает Что мне с ними делать? А как ты думаешь, тупица? Заряжай их в пушки! Это заряжающий световых шаров Что мне делать со световыми шарами? Спрячу под подружку, наверное, да? Это последний раз, когда я нанимал экипаж из России Готовы привести план в исполнение, сэр? Выводи нас на огневую позицию Сэр, кикстартер вылетел из-за вафеля 13 И держит курс прямо на нас Это император Бирк Хотите что-нибудь сказать перед тем, как мы разбылим вас на атомы? А, император, наконец-то мы встретились С прискорбием сообщаю, что мне остается только пожалеть вас и ваши ничтожные попытки мне навредить Посмотрим, кто пожалеет после 20 световых шариков Подготовить ускорители для извращения Все это слишком легко Но дареному коню зубы не смотрят Капитан, если вам не трудно Приготовить главное орудие Извращение Сейчас Хитрость Пирка не знает границ Улыбнитесь, вас снимают сосунки Огонь! Что в мою бабулю? Прямое попадание в мостик! Судя по показаниям сканеров, световые шары были заряжены бутылками с пивом Факооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Это твоя идея с этими световыми шарами. Световые шары? Какие световые шары? Я же приказал тебе прислать все свои световые шары, ты безмозглый коммунистический мотал. Нет, вы же просили светлого в таре, в ящике. Вражеский корабль собирается стрелять. С линии огня! Слишком поздно. Обширные повреждения. Один прыжковый ускоритель уничтожен. Лучше вы его ключа на лист 3-й по 11-й сгорели. Служба технической поддержки обанкротилась. Полуба промежутка отключена от линии. Кофеварка не подлежит восстановлению. Да ладно вам, от маленьких неполадок ныть. У нас тут намного круче. Прыжковый реактор сломан, и из него вытекает антиматериальный газ. Так потяни его! Ответный огонь! Сэр, оружейная система не функционирует. Хуже того, прыжковый реактор расколется через 3,5 минуты. Но хотя бы заберем этих ублюдков с собой. Взять курс на столкновение! Как трогательно! Наш следующий выстрел разнесет их. Капитан, подготовить главное орудие. Сэр, не знаю каким образом, но пиво разъело наши электронные схемы. Главный калибр неисправен. Что ж, отлично. Мы пойдем другим путем. Второстепенное орудие. Огонь! И это все даже не испугало. Ты хороший игрок. Но как ты и сам видишь, ты уже проиграл. Смеется тот, кто смеется последним. Я и посмеюсь напоследок. Над тобой и над твоими глупыми, вонючими, кожаными перчатками. Занучивые насекомые! Полный вперед! У нас преимущество в весе! Хорошо, Факов. Отсоедини толкающий луч и бери курс направо. Да, сэр. Император, есть небольшая проблема. Тупой дебил! 26 секунд до столкновения. Из-за тебя мы сейчас все умрем, Факов! Что это? Что это? Это резервный джойстик. Резервный джойстик. 2,1 секунды до столкновения. Увидимся в Рейкьявике. Вот дерьмо. 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 Это дерьмо. Дело плохое, сэр. Наш флот разгромлен, и враг возвращается, чтобы опять напасть на станцию. Эм, я полагаю, защитное поле установлено? Было бы, если бы от него хоть что-нибудь осталось. На стене. Ворезники, греховные пидоры. Эй, привет, ребят. Как поживаете? Привет, нормально. Ты что, пьян? Нет. Я просто никакой сдугарино. Я не могу поверить, что ты опять взялся за старое. Меня не зря называют Гэри Брэнди. Гэри Брэнди. Ну, кому какая разница? В любом случае, мы скоро все умрем. Ну, должно же быть что-то, что мы можем сделать. Конечно. Мы заберем этих ублюдков с собой. Термоядерный реактор очень хорошо нагревается. Что? Я отключил систему охлаждения. Фейерверк должен начаться примерно минут через 15. Это мятеж. Подсоединяй систему немедленно. Стоп. Может, Майк и прав. Какие у нас еще есть варианты? Мы будем сражаться до конца. У нас нет ничего, чем можно драться. Нет, есть. Люди. ППВшки. Кулаки. Когда они придут на станцию. Я думаю, после того случая Пирк не захочет еще раз захватывать станцию. Поэтому, все, что нам нужно сделать, как можно дольше, продержать их у нас под боком. Джонни, тебе надо расслабиться. Хочешь выпить? Черт, вы предатели. Сейчас вам будет жарко. Вафель-13 сдается без оговорочек. Дворф! Разогревай системы оружия. Хочу лишь дать совет воина. А вам не кажется, что будет лучше стрелять за ближние дистанции? Чем меньше расстояние, тем меньше лучевой энергии тратится впустую. Хорошая идея. Инфо. Прикажи флоту сблизиться со станцией и навести на нее свое оружие. Император, похоже, что реактор станции близок к критической массе. Что? Опять пытаются нас обмануть? Кто бы мог подумать. Подготовить прыжковые двигатели. Не работают! Сэр, у нас большая утечка антиматериального газа, поэтому энергии хватает только на движение с половиной скоростью. Этого достаточно. Всю мощность отдать двигателям. Ах да, и оповестите оставшиеся корабли. Да, сэр. Секс-линия, Карло, приветик. Эй, надо торопиться. Здесь становится жарко и скоро взорвется. Все должны идти сзади. Звучит возбуждающе. Что мне делать? Император сказал, что надо сваливать, пока не чпокнуло. Фак оф. Почему так долго? Ты предупредил корабли или нет? Капитан Карло ответил. Какой такой Карло? Реактор достигнет критической массы через 38 секунд. Дыру и желе, быстро! Наш бесстрашный предводитель убегает. Сообщение флоту. Всем кораблям следуйте за императором. Вражеский флот отступает. У нас получилось. Гарри Брэнди, быстро отключай реактор. Я уже почти где-то там. Аварийное отключение реактора. Осторожно. Может отключить реактор. Запрещена детям до 3 лет. Содержит мелкие детали. Святые орешки. Где мой оставшийся флот? Паков, ты что их не предупредил? Быстрее! Гарри Брэнди! Все прошло. Просто отлично. Вы не можете все время побеждать, сэр. А тебя кто-то спрашивал? Эй, инфо, где мы, черт возьми, оказались? Один момент, я перенастрою сканеры на это измерение. Что за дьявольщина? Должно быть, этот конец глисточенно переместился во временном пространстве. Уклоняйся от планеты! Недостаточно энергии для накопления мощности. Перемести нас быстрее на планету! Энергии хватит только для перемещения троих человек. Понял. Инфо, двор, готовьтесь к перемещению. И не волнуйся, все будет в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гавайи на земле. Тогда где все серфингисты и танцовщицы Ола-Ола? Умник. Думается, что где-то через 11 тысяч лет от нас в будущем. Я полагаю, глисточенно выкинул нас на землю только в ледниковый период. В ледниковый? Ну, что же, блин, нам теперь делать? Как насчет застрелиться, пока не замерзли наши лучевики? В режиме энергосбережения думаю, что смогу продержаться работоспособным до наступления 21 века. Тогда я смог бы предотвратить это роковое путешествие. Значит, всего этого не будет? Тогда я буду спасен. Ммм, отчасти да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok